День добрый, на связи Ям Кабацкий, и сегодня мы продолжим с вами рассматривать премию Steam 2018 и поговорим по последней восьмой категории под названием «Кладезь машинного веселья». Неважно, машина это грузовик, робот или другое приспособление, победитель в этой категории вдавил педаль газа в пол и создал незабываемый геймплей с механизмами. Ну, давайте, собственно говоря, и посмотрим, что здесь и как. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok взаимодействовать с механизмами или с какой-то техникой. Если вы забыли, я в начальном этапе голосовал за American Truck Simulator, по сути, игру «Брат-близнец» Euro Truck Simulator просто в другом как бы сеттинге. То есть там Америка, тут Европа, там американские грузовики, тут европейские. Вот, собственно говоря, и вся разница. Но игра не прошла, поэтому посмотрим каждую из них. Euro Truck Simulator, я думаю, объяснять, что такое собой представлять, не надо, но тем не менее. Станьте королем европейских дорог, водителем грузовика, который доставляет важные грузы на немалые расстояния. Нас ждут десятки городов Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и не только. Ставьте свои умения, выносливость и скорость. То есть правила игры стандартные. Начинаем обычным водилом, купим денежки, выполняем заказы на фирму, выкупаем грузовик, а потом основываем свою фирму, работаем сами независимо, накапливаем деньги, покупаем второй грузовик, у нас уже своя фирма, нанимаем человека, который уже работает на нас. Ну и сами возим грузы, исследуем мир, любуемся красотами, развиваем экономику стран Европы, по сути дела. Дело хорошее, дело полезное, но тем не менее, игра вполне достойная. Картинка красивая, сам геймплей затягивает, грузовики тоже доставляют, конечно же. Здесь почему она оказалась понятна, игру до сих пор, кстати, обрабатывают, добавляют. Дальше у нас второе место Rocket League. Встречайте долгожданное продолжение Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars, всем любимого основного на физике сочетания футбола и гонок. Вообще, концепция игры довольно креативная, что машинки играют с такой вот мини-футбол, назовем, это так, пинают, да, выглядит прикольно, задумка хорошая и довольно весёленькая. Понятно, почему она здесь оказывается, свою как бы интригу она имеет. Дальше, третья по счёту, это Nier Automata. Она у нас была в 2017 году в определённых категориях, но тем не менее, сюда она тоже попала. Я не буду углубляться, рассказывать про историю этой игры, но почему именно она здесь оказалась, потому что всё это представляет этих вот роботов, андроидов, киборгов, хотя с виду и не скажешь, выглядит как какой-то обычный человек, поэтому очень так противоречиво можно рассматривать эту игру, что, да, с механизмами тут имеет место быть, сражаться, но их роль не такая существенная, как, например, там. Ну, не суть важна. Дальше... Ладно, окей. Дальше у нас идёт по счёту... Факторио. Это игра о создании автоматизированных фабрик по производству вещей, всё более возрастающей сложности в пределах бесконечного 2D мира. Используйте своё воображение для проектирования фабрик, комбинируйте простые элементы в комплексные... Системы, наверное, да? Не вижу эту положение, но не суть. В общем, описание вполне понятное. Нам надо устраивать свои фабрики, фактории, назовём это так, цепочки производства от самой мелочи до самого сложного, там, сортировку и прочее. Действительно, вот игра под категорию подходит, ну, на мой взгляд, очень идеально и вписывается сюда вполне энергично, потому что механизмов и прочего здесь очень много, и они сами действительно завораживают. Таких вот игр очень мало такого аналога, они позволяют вам и мозг развить, подумать, и поразвлекаться с созданием своих цепочек производства, что тоже очень полезно. И пятая здесь игра, которую надо с вами посмотреть, это Space Engineers. Описания на русском нет. Ну, тоже игра-песочница, мы в космосе, тут взаимодействуем, строим корабли, улучшаем, кометы исследуем и прочее, то есть вот тут развиваемся в космосе. Игра довольно красочная, я играл с неё тоже. Прикольно, задумка хорошая. Исследуем, осваиваем, погружаемся. Выглядит довольно тоже красиво и эпично. Итак, за что мы будем голосовать лично? Ну, опять же, если я голосовал за American Truck, в данном случае я проголосую за Euro Truck, потому что игры ничем особо не отличаются между собой. Ну и теперь давайте, что дальше? Второе место, чему я дам? Второе место я дам в Factory, потому что действительно проработка всех вот этих вот моментов, она просто поражает. И это действительно хорошая вещь для кладя себе машину в веселье, назовем это так. Второе место получает у нас Penance Engineers, потому что тоже очень много чего мы можем тут с вами делать, улучшать корабли, разбивать кометы и прочее. Поэтому их место здесь вполне заслужено. Потом четвертое место у нас получит Нейр Автомата, за счет сражений с монстрами, красивых видов, ну вообще за свою такую специфику игры. Ну и пятую, уходит Rocket League, все-таки Лига, все-таки идея-ка не нова. Что-то тут именно такого машинного кладезя я не наблюдаю технического. Да, машинки просто ездят, но я бы тогда, если бы это была категория по авто, я бы понял бы, но вот если категория по механизмам больше, все-таки грузовики мы можем рассматривать как механизм, потому что там прицепы, составные части, все остальные игры тоже понятно, почему здесь оказались. Но вот эта игра здесь явно лишняя. А теперь по поводу того, кто же выиграет на самом деле. Ну, знаете, честно говоря, я могу с радостью сказать, что здесь наши мнения в какой-то степени совпадают. Евротрак-симулятор, скорее всего, займет первое место и победит в этой категории. Однако, очень высокая вероятность победы также есть и у игр под названием Rocket League. Кто кого обгонит, очень спорно... Нет, стоп, подождите, попутал местами. Первое место, скорее всего, займет Rocket League и очень высокая вероятность того, что Евротрак может взять. Но первое место будет здесь у нас за именно, я более чем убежден, Rocket League. Потому что больше комьюнити, все-таки игра мультиплеерная, в отличие от всех этих. Но Евротрак имеет свой мультиплеер, но он там не так и представлен. Но опять же, это ему и дает, через несчастье, шансы на победу. Так что, с вероятностью 7 из 30 будет победа Rocket, возможно, Евротрака. Но, скорее всего, это будет лово, конечно же, Rocket. Поэтому за все категории мы с вами проголосовали, в связи с своих кандидатов мы выбрали. Поэтому единственное, что нам остается, это ждать, когда будут объявлены официальные результаты. Тогда мы с вами снимем еще одно видео и сопоставим, как именно наш выбор, за что мы голосовали, соотнесется... Ну, даже не сколько то, что мы голосовали, а сколько то, что мы прогнозировали, соотнесется с тем, что реально победил. То есть, посмотрим, как прошли наши игровые прогнозы. На связи был Амкавацкий, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео, наше с вами в старом добром, костеративном канале. Всем пока!